Три больших завода, два торговых центра, трасса М5 Урал, поселок Мехзавод и новые площадки современной комплексной жилищной застройки. Все это питается отсюда. Город развивается на север, и почти двукратное увеличение мощности Красноглинской подстанции дает новую силу социально значимым объектам. Какой стала подстанция после проведенных работ, рассказывают главе города. Объект стратегической важности. Самара вновь становится опорным краем страны. Амбициозным планом нужна энергетическая поддержка. Самара готова к индустриальному рывку, что у нас есть с вами абсолютно необходимые мощности для того, чтобы город развивался более динамично, и мы вместе с вами более уверенно смотрели в будущее. События последних трех лет, когда губернию возглавил Николай Меркушкин, они свидетельствуют о том, что в области и в городе в частности подготовлена серьезная база, энергетическая база, база сетевых компаний, которые позволят нам город стремительными темпами развивать в ближайшие годы. И вот исторический для энергетиков момент. Сегодня на предприятии начинается отсчет новой истории. Под ваши аплодисменты, друзья, торжественный путь в восстанции! Все узлы и агрегаты подобраны по самым современным требованиям, в частности трансформаторы, последнее слово техники. Работают с минимальными потерями на сопротивление. Вместо традиционного масла используется электротехнический газ. Все узлы, все детали этой подстанции, они новые. Новые, высокое, эффективное оборудование, которое здесь стоит. В этом году в Самаре уже открыты новые подстанции в Куйбышевском районе. Теперь в Красноглинском. До конца года будет сдана еще одна – Тамашев-Колок. Модернизируются газопроводы и системы водоснабжения. Это действительно прорывной год. Это очень важно для энергоснабжения города, для перебойного обеспечения энергии и предприятий, и тех строящихся объектов, которые у нас в этом году и в последующие годы будут возводиться. Мы готовимся к чемпионату мира 2018 года, и роль энергетики здесь нельзя недооценивать. Что же касается объектов, которые возводятся к чемпионату мира по футболу, для их энергоснабжения будет построена еще одна подстанция. Олег Зверев, Константин Головин. События. Константин Головин.